Так, еще две гортензии на обрезку. Это петит флори. Я их покупала в прошлом году. Пришли они мне вот в таком виде. Были только развиты вот эти верхние почки, веточки. Внизу почки ни одна не открылась. Они вот в прошлом году были привезены из Голландии. И я, естественно, уже побоялась их обрезать, как-то формировать уже. В общем, сейчас они вот в таком виде. Но я смотрю, на стволиках на низу есть почки. На толстом стволе вот как-то страшновато его обрезать так, как полагается, потому что ни одной почки нет. Тут надо будет что-то придумать, чтобы сохранить. Ну, чтобы эту веточку вообще сохранить. Значит, верхними почками как-то надо будет играть. Вот. А так, в принципе, здесь есть, что оставить. А вот это вот петит флори. А вообще, караул. Вот такая вот. Тут надо вообще будет прям выбирать, выбирать, искать, где почки есть, где их нет. То, в общем, вырезать то, что не надо в серединочке. Я как бы уже вижу, что там. Вот. Здесь придется поработать. В общем, я вот эту вот оставлю. Обрежу так, чтобы снять с нее черенок. А то обрежу на цветение прям коротко. Потому что тут и так вот как бы все коротко, до такой степени надо будет искать почки живые и обрезать. И, в общем, вырезать все, что не надо. Так. Ну что, приступим? Ну, давайте. Приступим. Так. Вот что здесь? Что здесь? Что здесь? Так. Ну, так мы решили эту, значит, гортендию резать на... Оставлять, вернее, почки на черенкование. Значит, нам надо почек побольше. Значит, мы будем сохранять все веточки. Вот. Я не буду ничего это убирать. Они вроде как такие практически одинаковые по толщине. Ну, единственное, нам надо, чтобы проснулись почки. Так. Ну что? Вперед. Это потоньше. Можно пониже обрезать. Так. В принципе, вот эту вот можно, наверное, вырезать, а на внутрь смотрим. Так, чтобы другие веточки разливались хорошо, в принципе. Так. Вот так вот. Я ее сделаю. Так. А что здесь? А здесь вообще вот почек я не вижу. на этой вот ветке, на толстой. Так. Нам надо как-то будет обрезать всю веточку. А вот как-то не получается. В принципе, это маленькая веточка. Ну и что делать? Что делать? Что делать? Так. Вот это однозначно обрезаем. Так. Так. Так, так, так. Ну ладно. Вот это вот. Как быть, кого любить. Так. Ингюша, ты мне помогать пришла? Так. Вот так я обрежу ее. Так. Здесь вот почечки хорошие. Вот так наверное обрежу. Это вот так. Наверное. Ну пусть вот так. Посмотрим потом. А вот это надо как-то вырезать. Опа. Все. Это у нас будет на черенкование. Много почек, много ниток. Пусть она будет такая. Иди-ка ты сюда, красавица. Так, Сиеночка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Как нехорошо. Вот так уже чернеет. Так, ладно. Разберемся. Потом. Так. Вот это вот рогатулька. Тоже очень нехорошая. Ее надо обрезать. Она старая. Не старая. А вот как ее обрезать? Чтобы это все было культурненько. Я не знаю. Опа. Опа. Хорошо. Японский секатор работает. Так. Так, так, так. Вот это еще старая ветка. Она нам... Как бы там вот есть еще почка. Вроде бы можно ее... Но их прям так много здесь. Этих веток. Народилось. Так. Этих веток тонкой, но нам больше не нужна. Опа. Так. Вот эту вот тоже рогатку можно обрезать. Там вроде почки есть. Если они проснутся, значит хорошо. Если они проснутся, значит... А мы ее все вырежем потом. Вот такая. Какая-то зябра получается. Подсохнет. А потом только... Тут еще что-то растет. А потом замажем. Так. Что здесь? Одна ветка, вторая ветка. Очень здорово. Так. Эту тоже обрежем. Вот так. Извините, не вижу. Видно вам? Не видно. Потому что солнышко еще светит. Как-то тень непонятно. Не видно в телефоне. Так. Очень интересная работа. Завлекательная. Так. Что с ней делать? Так оставлю. Там видно будет. Так вот. Так. Тут вот. Так. Сейчас маленький секретарь возьму. Чтобы не промахнуться. И здесь тоже вот бочечка. Там в самом низу. Видно корни. Надо присыпать. В общем, как-то надо помочь ей. Ну вот. Все. Вот такая у нас получилась. Слава Богу, вовремя. Посмотрим, как она будет расти. Они бедные. В прошлом году претерпели такую дорогу. Я надеюсь, в этом году все они будут. Все не будет хорошо. Хорошо.